Гимназию номер 30 сегодня посетили сотрудники и руководитель главного управления МЧС России по Магаданской области. Повод был необычный. Ученика школы торжественно поощрили за правильные и оперативные действия при пожаре, которые спасли жизнь семилетнему и полугодовалому ребенку. Вот лично я хочу сказать спасибо. Ребята, здравствуйте. Сегодня у нас прекрасный повод. Благодарственным письмом от имени главного управления МЧС России по Магаданской области мы благодарим ученика 6 класса В, гимназии номер 30, Слюнченко Владимирович. Большое-большое тебе спасибо. Если бы не детей, этих двух детей бы не было. Молодец. Владимир, это еще не все. Подожди, смотри, мы тебе дали вот такую прекрасную книгу. «Четверть века на службе людям» — это юбилейная книга про спасателей. Я гулял с подругой и услышал, как ребенок кричит в окно «Помогите, спасите». Я первым вземом подбежал туда, увидел, что на третьем этаже пожар. Несмотря в телефон, позвонил в службу спасения. И скорая и пожарные приехали меньше минуты. Меньше минуты прошло, они уже на месте. Я был все это время там, до того момента, как дети не сидели в скорой и там не закрыли дверь. Как отметил руководитель главного управления МЧС России по Магаданской области, Любомир Муха самым важным в этой истории является следующее. Особенно в том, что ребенок сам сообразил и позвонил на 112. И самое главное, он не собирался снимать фото, видео, а сообщил о пожаре. Вовремя сообщение о пожаре — это спасение человеческой жизни. Классный руководитель Володи Виктория Трикопа считает, что поступок ее ученика закономерный и ожидаемый. На самом деле Вова у нас человек с очень активной гражданской позицией. И поступок, который он совершил, это вполне в его духе. То есть он общительный очень, коммуникабельный, вокруг него всегда очень много людей. И то, что он добился того, что его услышали взрослые, это вот как раз, наверное, больше черта его характера. Поэтому это вполне логичный поступок. Свой особенный характер Володя проявил сразу же в ходе торжественной встречи. Вот когда пожарный, он залез на третий этаж, чтобы спасти ребенка, он с ним спустился. А почему? Он второй раз за вторым не полез. Через крышу? Да, нет, не через крышу, а через окно. Он по лестнице поднялся на третий этаж, спустился, он же мог еще раз подняться. Просто они решили как-то второго ребенка изнутри достать, я вот этого не понял. Главный спасатель в регионе пояснил ребятам, что это вопросы тактики тушения конкретного пожара. Есть разные способы и разные тактики. Специалисты выбирают всегда наиболее адекватные, складывающиеся ситуации. Мерилось здесь одно – спасение человеческих жизней. Более того, каждый пожар и действия всех задействованных спасателей позже анализируются и разбираются с целью исключить неправильные или ошибочные шаги.